Мы проводим очередной стрим на нашем канале. Назвали ли его «Способны ли русские создать свободное европейское государство?» Ну вот мы как-то этой темы покасательны с Виталием Порниковым. Рад вас приветствовать, Виталий. Приветствую, Марк. Мы с вами как-то, в общем, касались то так, то эдак. Мы, в общем, по ней ходили, по этой теме. А тут события, которые сами дают повод, собственно говоря, обсудить, шанс это или не шанс. Я, конечно же, имею в виду операцию, которую проводят вооруженные силы Украины на территорию Курской области. Мы все захватили уже по разным оценкам. Еще раз повторяю, все эти сведения то меняются, то нет. Ну, то есть мы опираемся на какие-то отрывочные публичные источники не меньше 200 квадратных километров, вроде как в двух районах приграничия с Украиной оккупированной. И вот здесь уже возникает несколько вариантов развития событий. Да, очевидная линейная ситуация, при которой украинские войска будут удерживать эту территорию, а может быть даже будут двигаться дальше. Но она понятна, это сугубо военная ситуация в интересах, прежде всего, Украины, которая может получить, как сам сказал Подоляк, советник Офиса Президента Украины, преимущество на переговорах. А есть некий, вот я бы сказал, авантюрный вариант, такой, я бы сказал, стратегический, при котором хаос, который может возникнуть в результате того необычного обстоятельства, что украинские войска перестали заниматься попытками отбить собственную территорию. Ну, просто не тратя сил и средства жизни людей. А ну что ж, ну вот там, где тонко, там рвется. Двинулись на российскую территорию, что само по себе уже, согласитесь, и неожиданно, и дает некий шанс. Хотя ведь такие варианты обсуждались, что к этому обязательно приведет. Ну, оно и привело. Ведь были рейды, мы эти рейды видели. После, как бы, российских соединений, конечно, там, возможно, участвовали военнослужащие вооруженных сил Украины. А теперь уже никто не собирается больше таскаться, и, ну, раз так, значит так. Дает ли это шанс русским на то, что на Курской земле, мы-то все про Белгородчину говорили, я даже целые эфиры по этому поводу проводил, насчет русского Тайвана. Дает хоть мизерно, один из миллионов шанс задуматься о том, что это возможность, собственно говоря, попытаться создать отдельное от путинской России государство, нормальное государство. Или же вообще нет для этого ничего. То есть ни народ не готов, ни сознание их, ни условия, в общем, не выглядят как некий шанс. Хотя мы знаем эту историю, я сразу, Виталий, хочу подчеркнуть, я извиняюсь, долгое вступление делаю, чтобы людям понятно было, зачем мы это все обсуждаем. Ведь разные в 20 веке переживали состояние русской империи. Сначала в период Первой мировой войны, особенно в 17 году, когда некоторые ее территории, и чуть позже они отвалились. Да и во Второй мировой, когда была оккупирована значительная часть европейской части России, в том числе, кстати, Украина. Ну, не только она. В общем, тоже попытывая Локотской республики создавать еще чего-то такое. Ну, Конор Власово так и не дожил до какого-то внятного попытки создания полноценной независимой государственности на территории бывшего СССР. Вот сейчас это шанс или это не шанс? Или это все очень-очень умозрительно? Ну, во-первых, нам нужно еще дождаться момента и понять, смогут ли украинские вооруженные силы закрепиться на какой-либо части. Но даже если смогут, я вам скажу следующее вещь. Вот я не знаю, бывали ли вы в Маджальшампс, вот в этом самом селении, которое было бомбардировано Хизбаллой, где погибло 12 детей на голландских высотах. Нет, я был на голландских высотах, но именно там я не был. В голландских был я. Вот я туда заезжал несколько раз, потому что просто там интересное место, прекрасная кухня, кстати, другская, очень интересное такое атмосферное место. Но в центре этого городка была статуя, в руках которой местные жители, значит, флаг Сирийской Республики водрузили. Флаг Сирийской Республики? Да, флаг Сирийской Республики. Была статуя, вот я запомнил это. То есть они были лояльны, несмотря на оккупированную часть, они продолжали быть лояльны Сирии? Совершенно верно. И когда Израиль предоставил им гражданство, то, насколько я понимаю, большая часть этих людей, говорят, что там 20% жителей Маджальшампса и других друсских селений имеет израильское гражданство. Но, по-моему, это преувеличение. Большая часть из них, более 80%, даже по официальным сведениям, имеет гражданство Сирии, остается гражданами Сирии. Вот. Более того, Израиль все время договорился с Сирией о том, что он допускает обучение выходцев из этих селений в Дамасском университете, бесплатное, кстати. И они продолжают, до гражданской войны в Сирии, как мы понимаем, продолжали получать образование в Сирии. После начала гражданской войны, возможно, их лояльность Сирии несколько уменьшилась, просто с бытовой точки зрения. Но, тем не менее, как вы понимаете, они все равно оставались, в отличие от друзов, допустим, которые живут под Хайфой в этих всех поселениях, которые служат в израильской армии, являются спецназовцами. Если вы приедете в друзские поселения в Израиле, международно признанной территории Израиля, вы увидите, что друзы там часть общества. Я был в музеях, посвященных в друзских селениях, посвященных службе друзов в армии обороны Израиля. На голландских высотах вы ничего подобного не увидите. Почему? Во-первых, потому, что нет уверенности в стабильном статусе территории. С точки зрения международного права большая часть стран признает территорию Сирии. И друзы могут считать, что они, допустим, возьмут израильское гражданство, а потом эта территория будет в результате каких-нибудь переговоров возвращена. Сирии, ну, те граждане Израиля, которые там живут где-нибудь в Коцрине, но им построят новый город. Где-нибудь на другой территории. А друзам что? Придут сирийцы и как предатели всех перережут. Или им нужно будет оставлять это селение и переселяться куда-нибудь в Израиль. А для них, собственно, Маджи Шамсы есть родина, по большому счету. Они друзы голландских высот. Ну, вот таким образом, я думаю, что если даже представить себе, что Украина устанавливает контроль там над какими-то российскими регионами, население будет совершенно уверено, что Россия может рано или поздно вернуться. Потому что это международно признанная территория России. Та Россия, которая есть, путинская. Поэтому понятно, что если вы ожидаете, что эта Россия вернется, проявляете лояльность к корпорационным властям и хотите там дальше остаться. А большой вопрос, как поведут себя эти власти. Если они потом договорятся с той же Россией, то они оттуда выходят, а Россия еще из каких-то районов там выходит. Происходит размен, не происходит размен. Неважно. Важно, что вы останетесь и вас посадят на 25 лет до государственной измен. Или вы должны будете вместе с войсками Украины бежать в сторону, так сказать, украинской границы. Это если вам еще повезет. Между прочим, есть прекрасные примеры оккупационных администраций, например, в тех районах, которые освободила Украина. И где люди просто продолжали работать на государственных структурах. Ничего там идеологического даже не делали. Но этим людям предъявлено обвинение государственной изменой. Есть масса публикаций о том, как люди потом, очевидно, сотрудничавшие с Россией, доказывали, что они просто канализацией занимались. Но с точки зрения законодательства страны, которая вернула свой суверенитет, это измена обыкновенная. То есть вы должны быть уверены, что это надолго. Вот опять-таки многие люди, которые работали в оккупационных администрациях, бежали вместе с российской армией. Ну, бежали, ну, где-то сейчас живут, но оставили там свои дома, квартиры, родственников, карьеры. Все это пошло пахом. Потому что они поверили, что Россия, допустим, навсегда в каком-нибудь, я не знаю, изюме. Например. Да, я там был. Ну вот, вы знаете всю эту ситуацию. Да, я там после оккупации был, да. Ну и вы видели, как относились к лицам, которые сотрудничали с Россией. Бесспорно, да, их ненавидели. Ну вот, теперь вы представите какую-то Сунжу. Вопрос даже не в том, как будут относиться сами жители Сунжи к своим землякам, которые, допустим, будут готовы там сотрудничать с украинской администрацией, с кем-нибудь РДК. Например. А где-то, что эти самые люди могут думать, а что будет дальше? Если через две недели или через три. Вот Россия, вот она где-то здесь, через речку. А вот смотрите, Виталий, я возражу, как здесь. Нет, вы совершенно справедливо говорите, но вы говорите именно о местных жителях, которые там живут. А мы-то говорим о виртуализации, а потом и превращении в оффлайн-проекты, при котором туда потоком могут потечь релаканты, иммигранты, беженцы. Вот таких, как я, которым 11 лет. Но это опять-таки может произойти, только если та же Украина обещает этим людям безопасность. Ну, да. Релаканты, иммигранты вряд ли захотят из Берлина и Парижа переехать в Сунжу, где будут стрелять, обстреливать, будут бои. Будет непонятно, не окажутся ли они в руках какого-нибудь ФСБшного следователя через неделю, который будет иметь все возможности с ними поговорить иначе, чем в Берлине. Ну, разумеется. То есть, это такой момент, Сунжи вообще прекрасная история, это битва за Сунжи, это какая-то сказка, между прочим, историческая. Вы знаете вообще историческую роль Сунжи? Понятия не имею, расскажите нам. Ну, я расскажу, это как раз прекрасная история. Когда в 1918 году заключался Брестский мир между Украиной, Россией и Германией, то там были обозначены границы Украинской Народной Республики, потом это была украинская держава Гетмана Скоропадского, большевистской России, были обозначены границы. И по этим границам часть территории нынешней Курской области превращалась в нейтральную зону. В эту нейтральную зону входила Сунжа, она не относилась ни к России, ни к Украине. Она была в нейтральной зоне. Вместе со Стародубом, с Брянской области, другими вот такими населенными пунктами этой полосы. Но почему Сунжа важна? В 1919 году большевики решают, что пора покончить с украинским государством. В Германии революция, зачем нам эта Украина, независимость которой мы только что признали? Мы ее оккупируем, но мы ее должны легитимно оккупировать. В Курске проводится заседание, где принимается решение о создании временного рабоче-крестьянского правительства Украины. Но Курск, российский город, губернский центр, если там находится временное правительство Украины, то это оно практически понятно, что оно находится вообще на территории страны оккупанта. И правительство приезжает в Сунжу, оно там себя декларирует. То есть Сунжа это первая столица советской Украины, где издавались в течение месяца или полутора, до момента захвата его то ли Деникинсами, то ли еще китайсками. Все бюллетени первого рабоче-крестьянского правительства советской Украины, потом оно бежало в Белгород. Но что они еще делают? Они объявляют Сунжу территорию к советской Украине. Ну, чтобы сразу же сказать, что правительство-то в Украине было, не на нейтральной полосе. То есть это правительство принимает решение, согласованное Советской Россией, что вот эта территория становится территорией Украинской социалистической Советской Республики. А в 22-м году, когда уже создается Советский Союз, когда уже понятно, что никакой настоящей Украины нет, Советская Россия требует от украинских большевиков, чтобы они отдали Сунжу обратно. И так Сунжа попадает в состав Российской Федерации и остается в ней до 2024 года. Сто лет вот уже она в составе Российской Федерации, хотя до этого была в течение нескольких лет в составе Советской Украины и даже была первой ее советской столицей. Все говорят, ой, Харьков первая столица. Не первая, третья. Первая Сунжа, вторая Белгород, третья Харьков. Вот это вот такая замечательная история. И тут, представляете, в 2024 году в эту Сунжу входят украинские войска. Это же просто удивительный исторический парадокс. Абсолютно. Эта усмешка истории невероятная. Да. Так что в этом смысле, если когда мы говорим, ой, вот это вот нью-васюки, ну, конечно, васюки. Только эти васюки в самом деле были столицей огромного государства, на которое претендовала большевистская партия. Она не нашла ничего лучше, как засунуть этих украинских большевиков в Сунжу, понимаете? Потому что ничего не находилось под ее контролем. Вся остальная территория ею не контролировалась. В какое-то время, когда она была нейтральна, там много было историй. Она была столицей Нестора Махно какое-то время. Так что с этим городом много всего связано в истории гражданской войны и войны за оккупацию России и Украины. Я почему, собственно, исхожу из вероятностных категорий, когда обсуждаю возможность объявления русскими государствами, там, какого-то, прото, конечно, квази. Государство сначала виртуального, потом какого-то. Потому что, смотрите, ведь Украина, она чем отличается от России? Тем, что она уважает международное право. Рано или поздно, разменом ли, или мирными переговорами, или чем-то. Но, скорее всего, Украина не присоединит Сунжу к своей территории, ну, просто потому, что уважает суверенитет. А? Да, уважает суверенитет. Ну, да. А вот для русских, которые, как бы, вот, жаждут избавиться от путинизма и от путинской России, и создать нечто отдельное, если невозможно создать на всей территории России, а я вот не верю, что на всей территории России получится создать свободное государство, свободную страну и европеизировать ее и так далее, то для них как раз это шанс, который становится предпосылкой для хаоса внутри России. Потому что, если можно отделиться какому-то там Курщине, то почему не отделиться там Северному Кавказу, не отделиться другим кускам территории, я не знаю, Калининграду, Восточной Пруссии. Ну, понятно, о чем речь, да? Да, я понимаю, но вы сейчас размышляете, как будто выявлена Горбачева. Вот эта курская территория, если на нее будут контролировать войска украинские, она же не сама по себе отделяется. Она подделяется, потому что на силу пришла сила. Вот есть сила, эта сила контролирует эту территорию, и тогда там можно что-то устроить и отделиться. А если на вашей территории, на территории Северного Кавказа или Калининградской области чужих войск нет, а если только российская армия, то от кого вы отделите, будете ждать следующего оккупанта, как говорится, который поможет вам отделиться. Вы сами по себе невольны. Это вот, кстати говоря, бич российской истории. Мы ничего не предпринимаем сами, потому что мы сами с усами, а мы ждем, чтобы нам кто-то дал свободу сверху. Ну да, да, да. В этом проблема, что ни разу, ни разу не было ситуации, в которой население России могло бы защитить свои права самостоятельно. Ну, то есть, возможно, единственный пример такой истории, когда население России действительно хотело этого добиться, это февраль 1917 года и август 1991. Но оба раза, как вы знаете. Ну, вам три дня, три дня это было, все, потом все закончилось. Да, потом все закончилось. Вот когда большевики разогнали демонстрацию учредительного собрания, они практически поставили точку на всех этих попытках. Но это очень короткие попытки. А по большому счету все преобразования в России, они постоянно шли сверху. Александр Второй, отменивший крепостное право. Или Горбачев, давший гласность и перестройку. Я вот все время слышу от российских либералов, переживших со мной 90-е годы, вот большое спасибо Михаилу Сергеевичу. Большое спасибо Михаилу Сергеевичу за то, что он решил нам быть свободными. Да, 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 да. Разрешил нам. А если бы не разрешил, то что бы мы делали? Ну, что бы мы делали? Кто-то бы в Израиле поехал, кто-то бы младшим научным сотрудником работал. До сих пор в адрес Егора Гайдара, который призвал москвичей в 1993 году выйти к Моссовету, звучат претензии. Зачем ты звал этих безоружных людей? Ну, как зачем? Потому что эти люди должны отвечать за свою свободу. Не армия, не Ельцин, а сами люди должны вообще как-то защитить себя, если они не могут. А оказывается, что они не могут, то никакой свободы нет. В этом большая, большая проблема современной России. Все, кто думает о свободе, они думают не о каком-то реальном восстании, они думают о победе путем выборов непонятно каких. Они все время думают, что они должны заигрывать с электоратом. У каждого свой электорат. Или Яшин свой электорат, или у вашего Слозберга свой электорат. Да, да, да. И они думают, что они участвуют уже в каких-то выборах или в подготовке к выбору. Вот это удивительная особенность думать, что ты уже вот завтра прям, надо не поссориться с своим электоратом, надо продолжать ему нравиться. Иначе нас не выберут. Вы представляете, как будто бы... Вот Яшин говорит, я политический деятель, политический деятель должен находиться в России. А Слозберг говорит, я политический деятель, поэтому я не могу радоваться приходу чужих войск на территории своей страны, иначе меня не выберут. Для тебя и так никто не выберет. Нет никаких выборов. Да он же на странный агент, его скорее посадят. У него перспектива такая, чем его куда-то выберут. Конечно, но они почему-то до сих пор воспринимают это так, что появится кто-то, опять, когда-то новый Горбачев и скажет, давайте мы теперь проведем выборы, и пусть участвуют хорошие люди, и пусть они создадут демократическую оппозицию. Ну да. И мы тогда поедем и нас куда-нибудь выберут. Ну, во-первых, я вам должен сказать, это тоже абсолютная иллюзия, честно вам скажу. Я помню шестидесятников, которые ждали своего времени 25 лет. Многих из них близко знал лично. И мне разных людей, от представителей там партийно-советской номенклатуры, таких как, допустим, Алексей Аджубей, до, или Александр Бовин, до каких-то деятелей культуры, типа Евгения Евтушенко, все эти люди 25 лет ждали своего часа. Когда он пришел, они уже были пожилыми людьми, без той энергетики, без понимания момента реального. Просто время пришло, а они ему не соответствовали. Вот, собственно говоря, то же самое было в журналистике. Вот, знаете, когда создавали независимую газету, Виталию Третьякову, который еще тогда производил впечатление психически нормального индивидуума, но очень условно, предлагали... Межбек, кстати, что это не так, потому что он просто скрывал это все. Да, я тоже считаю, что он это скрывал, и я это тогда ему говорил в лицо, потому что это никакая не тайна, я ему говорил, что он другой человек. Но он чувствовал конъюнктуру, ему предложили пригласить в эту новую газету вот шестидесятников, Кондрашова, Бовина, всех зубров тогдашней советской журналистики. А он пригласил молодых людей, которые тогда работали там парламентской корреспондентной в Кремле. Пархоменко, Таню Малкину, я не знаю, Андрея Остальского, меня. Мы были очень молоды, мы не были шестидесятниками, но мы гораздо точнее чувствовали политическую ситуацию, чем люди, которые ждали 25 лет. Именно поэтому мне очень жаль моих российских коллег, которые сейчас моего возраста, вот им там 55-65, кому-то там 50-6, неважно. Я даже спокойно себе работаю в украинской журналистике, я ничего не жду, потому что я в собственной стране, собственным обществом, да, в сложной ситуации, да, конечно, может быть воздушная тревога, все что угодно может быть, но я в своей стране работаю над строительством своего государства. А они ждут, что у них когда-то будет момент, когда они получат возможности создания собственного. Но им может быть 80 лет уже к тому времени быть. Никто никуда не доедет, как говорится. А если приедет, то будет просто хотеть сидеть на даче в Переделкино и читать в интернете, как вообще развиваются события. Мы видели массу таких примеров. Поэтому, если сам русский народ не в Курской области, а вообще в России не сможет взять инициативу в свои руки, то всех этих людей, вне зависимости от их взглядов, от А до Я ожидает судьба политических иммигрантов или политических маргиналов. И меня, кстати, всегда поражало, когда я вот где-то в начале правления Путина, может быть, там на втором сроке, когда я говорил своим коллегам в Москве, Господи, вы же превращаетесь в политических маргиналов. Какой ужас! Крах происходит полной журналистики, свободы слова. Вы просто маргиналы. Они мне говорят, ну и что? Ну и что? Ну мы же со своей аудиторией. Меня это очень напоминает, знаете, людей, которые находятся в какой-то религиозной секции и говорят, ну мы же сами-то спасемся. Но вы-то спасетесь. А что вообще со всеми остальными? Они что, не спасутся? Это какой-то не очень правильный подход к жизни. Поэтому я не очень в это все верю, вам честно сказать. Я вообще не очень представляю себе любую государственную модель на территории России, которая будет безопасной в случае того, что рядом с этой моделью будет существовать сильное милитаризированное российское государство. Эта Россия должна отказаться от претензий на военное возвращение своих территорий оккупированных Украиной. Вот просто отказаться. Так как Китай в свое время согласился с тем, что не будет военным путем возвращать Тайвань. де-факто отказался. Де-факто. Но в любой момент может попытаться. Ну, это, конечно, очень трудно себе представить. Кроме того, я вообще думаю, что Россия же будет стараться любую территорию, которую она не может вернуть, превратить в безжизненную пустыню, мотивируя это необходимостью борьбы с окопавшимися боевиками. Будут бомбардировки, будут ракетные удары. Они же вообще привыкли бомбить Воронеж. Почему не бомбить Курскую область? Они уже начали. Не Украина же производит там бомбардировки, правда? Ну, конечно. А зачем бомбить своих? Это, естественно, делает Россия. Да? Вот и все. Я бы предложил это рассмотреть еще с точки зрения некого фермента распада, который, в общем, с моей точки зрения неотвратим, он фатален для России, потому что сам Путин, в общем, своими руками привел к ситуации, когда исторически обречена Россия на то, что она продолжит процесс распада за СССР и так далее, потому что единственным спасением от этого в акматической фазе было полный отказ от имперского наследства и попыток чего-то там восстановить, что-то там, так сказать, разрушенное воссоединить и так далее, а пошли по пути вот к самому гибельному, энтропийному, и вот он к этому ведет. И, собственно, ну, не это событие в Курском области, какое-то другое все равно должно произойти именно такое, где все поймут, что это возможно, что, а даже неизбежно, потому что я повторяю, что за войну надо нести ответственность, а я глубоко убежден, значимая часть территории, местных элит, ну, прежде чем национальных, конечно, не захочет этого делать в случае, если не будет достигнута победа, если не будет выиграна война. Они не захотят нести там репарации, ограничения, рестрикции, санкции и так далее, они все равно захотят отпрыгнуть, потому что центробежные, эти тенденции, они всегда живут, просто для этого должна ослабнуть центральная власть, то есть Кремль должен ослабнуть, тогда они увидят, что это безопасно для них, и они поскачут, как блохи, значит, в разные стороны, вот я о чем, и вот сама ситуация, которую, да, конечно, может Украина спровоцировать, поскольку она контролирует часть территории Курской области, она сама может вызвать этот хаотический процесс, такой лихорадочный процесс, когда, скажем, если такое возможно на Курском направлении, то почему это невозможно на Северном Кавказе, где-нибудь в Восточной Сибири, или, так сказать, в Восточной Пруссии, вот я о чем, то есть, это будет лишь мяч, который стронут с места, шарик такой, и покатился, начал, как в лузу, загонять другие шары, понимаете, вот о чем речь. Ну, это, кстати, интересное соображение, потому что, я думаю, что самый главный момент, который мы увидели в результате этого вторжения на территорию Курской области, это момент слабости российского государства. Ну, конечно. То есть, вот это странно. Второй раз, Виталий, год спустя, первый раз это был пригожим, а сейчас оказалось вот и так. То есть, где возникает вопрос, где Федеральная служба безопасности Российской Федерации, где она? Как они могли не заметить, где служба внешней разведки России, где спутники? Ведь это же большое скопление людей. Где Герасимов? Понимаете? Это же удивительная вещь, когда ФСБ, СВР, Генштаб не имеет никакой реальной возможности в Украине, буквально нашпигованной российской агентурой, буквально, проспали вторжение на собственную территорию, на настоящую собственную территорию. Не в какой-то там Крым, или там в Мелитополь, а в реально существующие, так сказать, границы России. Когда можно пройти там на достаточно большое количество километров, приходится эвакуировать десятки тысяч людей. Сколько там? 76 тысяч уже эвакуировано, по официальному. Ну, я говорю. Когда есть опасность того, что враждебная армия дойдет прямо до атомной электростанции, она вблизи, где вы вообще все были? Почему вообще не могли целый день вообще опомниться, как это опять-таки было с мятежом Пригожина? И потом Путин как-то это выдавил. Ну, какая-то неизбирательная стрельба по Курской области. Провокация. Он выдавил и провокацию. Да, он... Вот это странно. Вот... То есть, это вот неэффективность российского государства. Порядок, что если вы там собираете большую армию и ведете ее в другую страну, вам не нужно быть особо эффективными. Это грубая сила. А это работа институций, в том числе и силовых структур, которые давно уже в России превратились, кстати говоря, в бандитское сообщество. Почему оно не работает? Потому что это бандитское сообщество. И в этом смысле вне всякого сомнения, я совершенно согласен, что вот это может быть такой момент не сейчас, так в другой раз. Это может быть момент слабости, который покажет вообще элитам, что государство, скажем так, не состоялось. То армию она собрать может для завоевания чужой территории, но обеспечить безопасность своей не способна. И тогда возникает просто в чем смысл такого государства. Но, кстати говоря, и когда вы говорите о распаде, я думаю, что тут очень важный момент вообще. Это то, с чего начинают в российских оппозиционных кругах разговоры о будущем страны. Их начинает привычно с демократизации, с либерализации. Вот, вот, вот. А я считаю, что начинать надо с деимпериализации. Проблема в России, даже не в неравенстве ее территорий, а в неравенстве ее народов. В том, что, как и в Советском Союзе, на этом обрубке бывшего Советского Союза есть народ, который по никому непонятным причинам ровнее других, как в скотном дворе Орелла. И это русский народ. Потому что вся эта терминология старшего брата, все эти продолжения апелляций к русской культуре, русской церкви, все русское хорошее, все остальное третисортное, русский язык учить на татарский не надо. Русские в Госдуме решают, на каком алфавите писать татарам. Ежедневная традиция унижения, о которой я еще не раз говорил. Я считаю, что даже если не говорить о распаде, то нужно в любом случае думать о том, чтобы верхняя палата российского парламента или, может быть, какая-то другая палата формировалась, как палата равных наций, где русский будет иметь один голос, татарин один голос и ненец один голос. Ну, это был палат национальности. Да, вот был Совет национальности в Верховном Совете СССР и, кстати, РСФСР. Там было две палаты. Да. По-моему, именно во времена съезда народных депутатов. Вот. Но в любом случае это необходимое условие, потому что именно равноправие народа в России, даже если предположить, что Россия сохраняется в ее территориальной целостности, позволяет гарантировать крах имперских амбиций русского народа, потому что это амбиции не России и не россиян, не якутов, не татар, не башкир и не удыгейцев. Это имперские развития одного из народов современной России, русского. И если заставить русский народ отказаться от этого путем создания государственности, где он не будет иметь подавляющего голоса, где все решения будут приниматься вместе с народами России, то это единственная возможность удержать Россию от распада и наконец вернуть русский народ на то место, которое он должен иметь в своем государстве. То место, от которого собственно русские всегда отказывались. Место равноправное. И тогда конечно русские в Татарстане, если это будет сохранять реальная целостность, они будут учить татарский, русские в Якутии будут учить якутский, русские в Чечне, если они там нет, может они там когда-то будут, будут учить чеченский и так далее, и так далее. От русских в еврейской автономной области учить идешь, я не требую, потому что там евреев нет. Но во всех остальных субъектах Российской Федерации национального характера понятно, что вот это будет именно так. Ну и тогда кстати появится возможность спасения тех народов России, которые живут собственно в русских областях и регионах, и которые медленно уничтожаются в этих областях и регионах. В таких номерах, как Бурят, который существует в сибирских областях и краях Российской Федерации. И веки ему тверских карел, которые живут в Тверской области. Это все превращается в национальные реликты. Или вепсов в Карелии. Мне всегда интересно, а почему? Откуда такое глубокое пренебрежение и нежелание сохранить? Это отдельная тема. Это отдельная тема. Но этот путь создания превращения России в союз равноправных народов это альтернатива ее распада. Только я не верю, что русский народ способен с этим согласиться. Так, нас смотрят почти 27,5 тысяч зрителей. 7800 почти поставили свои лайки. Соответственно, просьба, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях и группах. Это очень-очень важно. Ну и, конечно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Фейдин Лайв и на канал Виталия Портникова в описании к этому видео по имени Виталий Портникова вы можете пройти и смотреть видео там. Тем более, что трансляция идет и на канале Виталия Портникова. Можно одновременно смотреть либо там, либо там. Ну, каждый выбирает из зрителей свои предпочтения каналов. Но так или иначе такая возможность есть. Еще раз хочу напомнить, что в связи с тем, что в России де-факто уже практически везде заблокирован YouTube. Вот, кстати, это, сказать, ускорилось из-за событий в Воронеже. Они еще думали там... А сейчас... Извините, в Курске. Я про Воронеж, что так. В Курске, потому что, ну, через интернет вот такие передачи-то. Они же людей будоражат, они же вот через YouTube послушают и действительно захотят создавать свои государства. Поэтому они это ускорили. У нас работает приложение FeigenLive. Да, оно обновляется. Оно день-два, и вы увидите там новые видео. Но самое главное, что там можно смотреть, изменив в настройках опцию смотреть видео в самом приложении, в ваших смартфонах, не входя в YouTube. Вы можете смотреть прямо в приложении, и вам все равно, блокируется YouTube или нет. Вы в приложении на смартфоне. Пока не заблокировано сами приложение, все это работает. Поэтому скачивайте приложение FeigenLive. В чате мы сейчас ссылку на два этих приложения FeigenLive на Android в PlayMarket и в Apple в App Store дадим. Сейчас Костя даст эту ссылку. Поэтому просто скачайте. Буквально с понедельника, со вторника уже все заработает. Там новые видео будут подгружаться. Оно просто обновляется, это приложение. Но если оно у вас в смартфоне, вы сможете его смотреть. Продолжим. Тогда и мы. У нас уже почти 35 минут мы в эфире. И время еще есть. Тогда вопрос следующий, Виталий. Вопрос следующий, касающийся планов самого Киева. На ваш личный взгляд, все-таки Киев руководится неким тактическим соображением. Давайте, раз уж не получается нам отбить обратно там, я не знаю, Авдеевку или Бахмут или Вовчанск, давайте мы заберем часть территории в Курской области и разменяем на оккупированные территории Украины. Этим ли руководство и руководство Украины? Это первая часть вопроса. И второе, Запад, роль Запада. Обязательно давайте ее обсудим, потому что пока Запад, так сказать, индифферентно, либо доброжелательно комментирует, вообще говоря, развитие ситуации, ну, типа, Украина хочет, делает, да? Пентагон даже сказал, что не видит эскалации, дословно они сказали в том, что происходит на территории Курской области. А Москва к Западу апеллирует, апеллирует, потому что там какие-то отношения. Ну, вот два вопроса, что хочет Украина, чего придерживается военно-политическое руководство Украины и Запад, будет ли его позиция как-то меняться или же наоборот им интересно посмотреть, чем это все закончится? Ну, во-первых, я не скажу вам, я не знаю, что думает украинское руководство, Украинская и Запорожская области с точки зрения российского конституционного права, такие же части территории России, как Курская область. Нельзя менять территорию России на территорию России. Можно что-то освободить, можно что-то не освободить. Я вам даже больше скажу. Если представить себе, что в какой-то момент война заканчивается или приостанавливается по линии разграничения, то теперь эта линия разграничения может проходить и по территории Курской области. Ну, да, кстати. Какая разница, где она проходит? Там, где стоят войска, там она и проходит. Вот тогда, кстати, возникает... Линия фронта изогнулась. Линия фронта изогнулась. Да, вот тогда возникает, кстати, очень интересный момент. Потому что понятно, что если вы там проводите такую линию разграничения, это для Украины. Все остальные территории это ее территория, а вот это вот территория России, которая находится под контролем Украины временно. И вот тогда там могут начинаться разные процессы, если так вообще произойдет. Вот тогда, если происходит перемирие по такой линии разграничения, вы неожиданно имеете право думать о том, а какое вообще там будет существование у этих районов, если они окажутся за линией разграничения на какое-то время, неизвестно на какое-то. Может быть, надолго. Это один момент. Но я допускаю другие цели. Не размин, а если угодно, отвлечение ресурса. Во-первых, политического ресурса. Украина этим вторжением показала слабость российского государства. И таким образом она может подвигнуть, если не самого Путина, то российские элиты к размышлениям о том, что если не прекратить войну, то эта слабость будет продемонстрирована еще неоднократно и неизвестно, каким последствиям это приведет для этих элит. Да, конечно, конечно. Во-вторых, если действительно удастся удержаться на территории этих районов Курской области или занять большую территорию, то это в любом случае отвлечет достаточное количество ресурсов с различных линий фронта, в том числе и если не с Донецкого, то по крайней мере с Харьковского направления, где у России явно ресурсов не хватает. То есть вот есть три такие направления. Это Донецк, это Харьковская область и это Курская область. Но третьего это недавно не было. Это третье направление заставляет Россию перегруппировать ресурсы и вообще думать о смысле происходящего. Вот допустим Россия действительно сможет продвинуться дальше по территории Донецкой области и вместе с тем не удержать часть территории Курской. В чем смысл тогда? Если на самом деле война будет продолжаться на нескольких фронтах одновременно и украинские войска вместо того, чтобы там отстаивать Покровск, будут допустим стараться выйти на новые какие-то районы в Курской или в Белгородской области. Значит там нужно укрепляться, да. Контртеррористическая операция, когда кстати тоже превращение трех этих областей Брянской, Курской и Белгородской. Мы же о Брянской забыли, они же там боятся, что будет вторжение в Брянской области, да. Это все нужно укреплять, строить там новые инженерные сооружения, перебрасывать туда войска, нашпиговывать это военной силой. А что у России так много этих ресурсов? Можно подумать. Что она может всюду это все содержать. И теперь уже совершенно и для России ясно, что для того, чтобы не было вторжений, ей нужно растягивать фронт. При этом, судя по всему, у России сейчас отсутствует возможность действий с территории Белоруссии. Ну, по крайней мере, Лукашенко не очень этого хочет. И это тоже некий момент, который усложняет ситуацию. Так. Что касается Запада? Что касается Запада, то опять-таки в позиции Запада мы увидели достаточно серьезные изменения подхода. Если еще два года назад главной идеи западных политиков, в том числе и президента Соединенных Штатов, было, что очень важно, чтобы война не распространялась на территорию самой России, чтобы она очень рассказывалась о жизни простых россиян. Нам это так важно, потому что война должна была быть сконцентрирована на территории исключительно Украины во избежание новой эскалации. А почему? А потому что на Западе считали, что президент Путин рано или поздно поймет, что он не сможет достичь своей главной цели и присоединить к России и Украину и завоевать Украину. И что понимание того, что Запад готов дальше Украине помогать, санкции против России не отменять, оружие поставлять, деньги Украине давать, все это приведет Москву за стол переговоров. Не приводит. Но тогда единственным орудием, которое должно показать России, что пора заканчивать войну становится не деэскалация, а эскалация. Давайте пробовать дальше. Пусть украинцы что-то пробуют дальше. Вот украинцы перенесли войну на территорию России, стали бить по нефтебазам. Ну ладно. Были какие-то вылазки в Белгородской области, без особого энтузиазма воспринимались, потому что это было раньше. А сейчас целая, по сути, армия вошла на территорию Курской области и что говорят западные политики. Ну, понятно. Если на вас совершенно агрессивное нападение, вы имеете право входить на территорию страны агрессора, чтобы уничтожать его военные ресурсы, потому что эти ресурсы направлены против вас, а лишь там не для красоты находятся. Это совершенно другая постановка вопросов. Вот даже в Украине задаются вопросами, а как же это так? Мы действуем как Россия. Россия оккупирует нашу территорию, а мы пошли ее оккупировать. Ну, простите, Россия оккупирует нашу территорию не мотивирована. Она просто вторглась в Крым, на Донбасс, в Херсонскую и Запорожскую области. Мы никак не угрожали национальной безопасности Российской Федерации. От слова вообще. Россия придумывала разные угрозы, чтобы оккупировать нашу территорию. А тут совершенно другая ситуация. Мы боремся со страной агрессоров. Чем больше мы военных ресурсов страны агрессора уничтожим, тем больше вероятность того, что агрессия приостановится. Кроме того, нам дал рецепт сам величайший военный стратег всех времен и народов. Наполеон и Бисмарк в одном лице. Владимир Путин. Он сказал, что нужна санитарная зона всегда. Да. Если нужна санитарная зона для безопасности российских регионов безопасности украинских, тоже нужна. Пусть Белгородская, Брянская и Курская области станут санитарной зоной для Украины, чтобы мы были спокойны, чтобы мы воевали не на собственных границах, а на границах этих областей, условно, условно говоря. Тогда вся остальная территория Украины будет жить спокойно относительно. По крайней мере, там не будет войск. Если вам удастся переместить украинскую армию на территории регионов Российской Федерации в будущем и превратить эти регионы в санитарную зону для Украины, то они будут играть самую разумную роль тогда. А мы будем жить в спокойствии. А жители этих регионов, ну они что делают? Они будут жить в санитарной зоне. Они, кстати, я ищу Ругу, они уже жили в 2018 году, еще поживут. Вот и все. Можно будет даже проводить там эти выборы в парламент свободной России в этой санитарной зоне. Если захотят ее жить. Но это, опять-таки, это не наш рецепт, это Путин придумал. Он говорит, вот мы очень опасаемся за Белгород, и надо бы нам оккупировать Харьков, чтобы не обстреливали Белгород. А мы опасаемся за Харьков. Чего нам не оккупировать Белгород, чтобы не обстреливали Харьков? Это же такой же самый подход. Если Белгород будет под украинским контролем, всем будет хорошо. И жителям Харькова, и жителям Белгорода. Украинские снаряды не будут лететь в Белгород, российские снаряды не будут лететь в Харьков, в обоих городах можно будет изучать украинский язык, тем более, что это родной язык большей части населения Белгородской области. Все будет замечательно. Я иронизирую, конечно, я просто разбиваю мысль не свою, а путинскую. Хотя в каждой иронии есть здоровый подход. Давайте еще раз вернемся тогда к Москве. и русской оппозиции вот отдельно, потому что мы вот начали об этом говорить, я хотел именно коснуться этой темы, потому что вы правильно сказали, без перспективности вообще вот этого отношения к своей стране, где вы чужие. В путинской России Шлосберге, Яшине, все остальные чужие, пора это уже наконец понять. Вы там не просто пари, вы уголовники, вы, значит, вайшью, там, самые низшие касты, и проявлять патриотизм, вопрос же не в том, патриотизм или мезопатрия, да, то есть вопрос в том, что вы вообще чужие там. Ну, мы видели эту страшную сцену, когда эти двое жлобов били этого 80-летнего старика прямо в автобусе. Что, кстати говоря, раньше еще трудно было себе представить. В Москве в автобусе какие-то жлобы издают пожилого человека. Кокарду издают. Понимаете? Это же странное зрелище. Потому что это полная дегенерация общества. А хочется понять, они у этих вот жлобов хотят заручиться какой-то симпатией своим патриотизмом Шлосберг. Ну, может быть, у этого пожилого человека. Но, опять-таки, он там объявлен не в большинстве, даже в этом автобусе. Конечно. Ну. А власть? Вот власть как? Вот Путин. Вот видели мы его на совещании с Овбезом, частично там с силовиками. Значит, кто-то по физиогномике, я вот, кстати, не люблю. Я считаю, по физиономии ничего не прочитаешь. У него покерфейс такой. По физиономии чисто точно ничего не прочитаешь. Не прочитаешь. Ну, то есть, кто-то видит растерянность, кто-то видит неуверенность, а на самом-то деле анализ-то, он о чем свидетельствует? Вот для него это новая ситуация. Я не думаю, что они готовы. Ну, он бесился, наверное. Я бы на его месте бесился. Ну, а что делает взбешенный вот тип в таких случаях, такой, как Путин? Ну, понимаете, глава государства, он меняет кадры. Вот если я глава государства, если я президент Российской Федерации, и я вижу, что у меня такая ситуация с прорывом противника на территории моей страны, то я точно знаю, что я должен заменить директора ФСБ к директора СВР, начальника генерального штаба. Это уже давали. Это просто какая-то какое-то безумие заменить руководителей силовых структур в Курской области. Но это глава государства, а Путин глава мафии. Поэтому он не меняет кадры, а требует от мафии навести порядок. Он вообще, как вы знаете, очень не любит менять кадры. Даже когда я могу это подозрить. Да. Этот человек, он просто все провалил. Вот Шойгу. Он пригожен этот из тельняшки лес. Все провалил. Ну, провалил, не провалил. Это мое дело, потому что это мой мафиози. Мой подручный. За подручных Путин горой, как вы видите, за Красникова. Он готов отдавать, так сказать, Карамурзу с Яшином и Гершковичем. И набирать новых заложников. Это у него вообще логика поведения главы мафиозной организации. Он так руководит Россией. Поэтому, как глава мафии, он взбешен. Вот, ставьте себе главу мафии, ему говорят, что у тебя там арестовали пять человек и счет в банке в Нью-Йорке. Он что скажет, вы знаете, надо там убить вообще моих всех друзей и родственников. Нет, он им потребует, чтобы они вообще вернули счет и наказали виновных. Но не в мафии, а в банке. Это такая понятная логика. Дона Корлеоне. Ну, вот он Дон Корлеоне такой российского разлива. И фактически он именно так руководит Россией всегда. Поэтому он взбешенный, мафиозный лидер, который вот думает, как его подручные наведут порядок в этой ситуации. Ну, просто хочется понять, если эта ситуация действительно продлится дальше. Вот они говорят, за неделю, за неделю подтянем резервы, все сделаем. Забомбим, застреляем, за снарядим и так далее. А если этого не происходит? А если этого не происходит за неделю? Ну, вот мало ли, там действительно бидонные надолбы, сейчас там техника какая-то едет с Украины, из Шумской области, создают фактические сооружения, тем более города, очень тяжело в них. Ну, мы видели Бахмут, мы видели там другие, час вверх. В них долго можно обороняться, там можно спрятаться в подвалах и так далее. Украинские войска уже опыт этот имеют, тем более это стреляны. И при этом им придется уничтожать собственно российские города российским войскам. Настоящие российские города, не фейковые. Им-то не жалко, но картинка-то ужасающая. Да, конечно, конечно. Вот, что произошло с Курской областью в результате СВО. СВО, конечно. Офигеть, да? Ну да, это проблема. Я не знаю, у меня нет понимания, как он ее будет решать. Но я не думаю, что он будет садиться за стол переговоров сразу. Не будет. Это я решительно не верю. Ну, а может Запад сейчас ему сказать, слушай, ну вот такая ситуация, давай мы, значит, пойдем на встречу, во-первых, снимая все условия, во-вторых, ну, наверное, Запад сразу предложит, давай ты выйди со всех территорий Украины, они выйдут со все равно воронеже. А он начнет с логарифмической линейки читать. Там 200 квадратных километров, а у меня тут 20% территории. Ну, я понимаю, но подход-то политический, то он другой. Замираем. Опять-таки, если эта ситуация долго продлится, это фундамент не для выхода с чистой территории, еще разом говорю, а для прекращения огня. Прекращение огня и по линии, да. Да, ну, ладно, мы, эти украинские войска остаются на российских территориях, в Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской и Курской областях, а может, еще и в Брянской. Но дальше будем политически договариваться когда-нибудь. То есть, вот линия разграничения, это я допускаю, что он пойдет. Потому что он будет бояться потерять еще какую-то территорию, непонятно где. Потому что, знаете, тогда ценность территориальных приобретений в Украине начинает стать довольно-таки фамилией. Ну, вот, да, ой, мы там взяли по какой-нибудь украинский город и тут же потеряли какой-то российский. Вообще-то непонятно за какой-то и чего ради. Ну, то есть Россия, как известно, границ не имеет. Но это вот, понимаете, это можно и в одну, и в другую сторону. Если у вас нет границ, вы двигаетесь туда, а мы двигаемся сюда, тут все равно нет неких границ. Границ нет. Куда хотим, туда и двигаемся. Это безграничная деятельность. Так что, ну и безусловно, это свидетельство слабости, как вы понимаете. Ну, и, кстати, это еще свидетельство не только там слабости, как говорите, на Запад. Посмотрите, на страну ДКБ, когда они просто молчат в тряпочку. Ну, да. Лукашенко, правда, сказал, что он укрепил белорусскую границу, чтобы туда украинцы не вошли. Но, насколько я понимаю, в Кремле его подозревают в том, что он договорился с украинцами. И это дало им возможность быстро перебросить резервы в Курскую область. Именно с севера. Говорят, что с севера перекинут. И то, что он там в своей области укрепляет в той ситуации, когда знает, что туда никто не полезет, то это такое выглядит искушенным издевательством над Путиным. Ну, троллингом, наверное. Да. Вот. А все остальные просто молчат. Какие-то странные союзники, да? Вот мы возмущены. Какие-то войска на территорию Российской Федерации. Наши фонды уже собирают деньги для помощи эвакуированных жителям Курской области. Где союзники? Где они? Какой-нибудь Яха Синвар мог бы собрать в Газе какую-нибудь помощь. Если не такая. Тоже нет. Синвар новый руководитель политбюро Хамас вместо убитого Хании. Потому что не все знают. Совершенно верно, да. Так. Значит, нас смотрит 32 тысячи 400 человек и почти 11 тысяч поставили свои лайки. Ну, вот мы уже в эфире почти 51 с половиной минуты остается буквально последний вопрос. Что вы видите будет? Что вообще случится в какой-то чуть более отдаленный срок? Можно ли прогнозировать, что это вообще повлияет и на переговоры, и на выборы американского президента, условно, да? Ведь это же... Не знаю, как на выборы американского президента, но сам ход войны, если украинским войскам действительно удастся закрепиться на территории... Так это везение Камали Харриса и Байденской администрации, а не Трампу никак. Он про другое говорит. Да, конечно, конечно. Точно не Трамп. А вот вы смотрите, как. Да. Мы и тут успели. То есть, опять-таки, если администрации Байдена удастся добиться прекращения огня до выборов, я не очень понимаю, как, это будет очень большой успех, сравнимый, допустим, с возвращением Гершковича. Потому что Трамп говорил, изберите меня, и я его верну. Да, да. Если, допустим, Байдену удастся добиться прекращения огня на Ближнем Востоке и в Украине, то тогда возникает вопрос, зачем вообще избирать Трампа? Если все уже и так, все, что Трамп обещал, уже сделали другие. Это как Байден сказал о возвращении Полуилана, если он такой ублеченого не освободил, когда он был президентом. Ну да. Ну, хороший вопрос, на который у Трампа нет и не может быть ответов. Так что, да, я согласен. Я просто не очень допускаю возможности такого прекращения огня, но сама возможность перенесения военных действий на территорию России, даже пусть это будет одномоментная вещь, это меняет ход военных действий без всякого сомнения. Я почему говорю одномоментно? Россия сейчас начнет лихорадочно укреплять свою границу. Но опять-таки, мы же не знаем, где следующий какой-то может быть удар нанесен уже не с помощью там рейда, а с помощью еще каких-то действий, с помощью какого-нибудь удара по инфраструктурному объекту, тем же западным вооружением. Многое может произойти именно на территории России. Но я, кстати, если вы помните, говорю об этом с первых дней войны. Я говорю о том, что война это когда на территории двух стран. Когда на территории одной это спецоперация. А когда это вот от реально я сейчас-то могу называть российско-украинской войной. Не просто чисто в плане лозунга, в плане реального политического термина. Это больше не специальная военная операция. Это полноценная война. Я так считаю. Ну да. Ну что же, мы 50, почти 4 минуты в эфире. Мы держим все этого регламента часового. Почти 33 тысячи нас смотрят и один с половиной тысяч поставили свои лайки. Спасибо всем, друзья, огромное. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Обязательно ставьте еще лайки, поможете нашему эфиру подняться в рекомендованных. Обязательно подписывайтесь на канал Фейдин Лайф и на канал Виталия Портникова в описании к этому видео. По имени Виталия Портникова можете пройти, подписаться на канал, смотреть видео там. Ну что, мы благодарим Виталия Портникова за то, что он любезно согласился сегодня побывать и поговорить на эту тему у нас на канале. Ну и ждем снова. Спасибо огромное. До встречи и удачи. Продолжение следует...